13 человек претендуют на кресло мэра. Сегодня документы сдали еще 7 кандидатов на пост главы города. Среди них есть весьма неожиданные фигуры. Подробнее обо всех претендентах и об их шансах на победу расскажет Юлия Чупрова. Строитель, миллиардер и депутат от политического объединения «За Красноярск» Владимир Егоров в полной боевой готовности. Два запасных комплекта фотографий, паспорт, диплом и еще целый список необходимых документов. Настроение приподнятое, много шутит. Для Егорова эта процедура уже привычная. В недавнем прошлом подавал такую же кипу документов на кандидатов в депутаты ЗАГС Собрания. Там не получилось, но тут, уверен Владимир Владимирович, конкурентов у него нет. Кандидат, который я пойму, что он может управлять городом в полном объеме и что он может принести городу очень много, я обязательно уступлю ему дорогу, пойму, что это... Но сейчас нет такого кандидата из списка? Я считаю, пока нет. Кроме меня. В свои силы верит и вечный оппонент Егорова. Его тезка – ресторатор, блогер, патриот России и известный скандалист Владимир Владимиров. Он один из первых принес документы на участие в конкурсе. В его программе благоустройство дворов, строительство дорог, развязок, мечты о метро и отмене платы за питание в школьных столовых. У себя, конечно, на первое, потому что я считаю, что только человек с самой чистой репутацией может и амбициями, скажем, может именно что-то сделать, в городе разгрести вот эти вот, скажем, завалы. В списке конкурентов Владимиров, кроме действующего мэра и Владимира Егорова, выделил 36-летнюю Юлию Ганусову. Среди ее положительных качеств он назвал два высших образования, относительно юный возраст и амбициозность. О личности Ганусова известно немного, кроме того, что она закончила СФУ и занимает должность исполнительного директора полиграфической компании. Но депутат Владимиров решил познакомить горожан с кандидатом в мэры поближе и накануне выложил в сеть провокационное видео. А у меня самое, самое, самое красивое. Сама же Ганусова считает, что видео сыграло ей на руку. Теперь красноярцы знают ее в лицо. На выборы решила идти, потому что уже нет сил смотреть на умирающий город. Представьте, вы идете по улице, видите бабушку, которая несет тяжелую сумку. Вы же ей поможете? Вот почему вы ей поможете? Вот, наверное, потому же и я решила выдать свою кандидатуру на должность главы города. Потому что наш город, в моем понимании, как раз уже похож на эту бабушку, которая с трудом несет свою ношу. Еще две женщины претендуют на кресло мэра. Это лесосибирский депутат Справедливого Рост Татьяна Панкратц и сотрудница администрации города Анастасия Курдюкова. Зарегистрировалась только кандидата для того, чтобы прекратить беспредел, который происходит на сегодняшний день на территории города Красноярска и в стенах администрации города. Прекратить беспредел хочет и доцент медуниверситета Юрий Тяжельников. Планов у кандидата много. Первое, с чего начнется, улучшение экологической обстановки. Равняться будет на своего кумира Павла Федирко. Свои шансы оценивает не очень высоко, но надеется, что его идеи пригодятся в будущем. Каждый человек – это вселенная, каждый человек представляет свое видение какой-то проблемы. И, может быть, в этом соревновании идей мы найдем нужное то рациональное зерно, которое необходимо для развития города. В течение дня заявки принесли еще несколько кандидатов. Среди них директор СИП «Светнии» проекта Александр Южанников, общественник Андрей Худоногов, глава советского района Владислав Логинов и министр транспорта Сергей Еремин. По мнению политологов, как минимум половина из заявленных кандидатов технически. Наиболее реальные – это Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров. Но интрига будет сохраняться до последнего. Один из самых главных факторов, который может повлиять на расклады – это позиция администрации президента. Информация о том, что Эдхам Акбулатов был согласован еще летом и в сентябре это было подтверждено администрацией президентом в соответствии с действительностью – это на самом деле так. Другой вопрос – смена капитана на мостике. В этом плане интрига очень сложная. Ситуация прояснится к 24 октября. К этому моменту комиссия выберет своих фаворитов и заслушает их доклады. После чего на тайном голосовании красноярцам выберут нового мэра. Юлия Чупрова, Сергей Раков, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова